Анна Петрова. Искусство речи. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся, и нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Фёдор Тётчев. Сочувствие, согласие, сопереживание, сострадание, содействие, сотрудничество, содружество, соединение, соединение, цепь длинная. Их много, этих слов, и говорят они о понимании, а может быть, о единомыслии, общем переживании или о деле, объединяющем интересы и усилия. Каждый человек выскажется об одном и том же по-своему, оценит так, как поймёт и поступит, как пожелает. Наши мысли, желания, поступки живут в родной речи, о ней мы и поведём разговор. Первая часть. Устная речь. Время перемен. Родной язык, родная речь — могучая стихия, самоспасающаяся и самоочищающаяся. Она свидетельствует о человеке, о времени и о мире, в котором он живёт. Разговорность. Устная речь — это живое уникальное явление, в котором множество составляющих объединяются и взаимодействуют, неповторимо и уникально. Мысли, понимание, цели и намерения, индивидуальные особенности личности, опыт и образование, контекст времени и жизненных обстоятельств, всё это и многое другое сказывается, отражается в живом человеческом разговоре. Мы живём в постоянно меняющемся звучании жизни и речи. Привычные слова теряют своё обычное значение, рождаются новые смыслы и часто неожиданные. Новые слова, речевые обороты, произношение, темп, стилистика и как знак нового времени совершенно иное отношение возникает к тому, что мы привыкли называть и культурой, и стилем речевого поведения. Сегодня мы сталкиваемся с новыми представлениями о правах и свободах личности. Человек имеет право быть собой, сохранять во всём персональную идентичность, выражать своё мнение по-своему и своими словами. У каждого поколения формируется своя речь, в которой отбор слов, появление новых, интонация, качество звучания гласных, их объём модуляций, ритм речи всё вместе отражает общую, поведенческую, смысловую стилистику новой действительности. Растворяются стилистические и фонетические особенности речи разных слоёв общества, и в то же время нарастает групповая идентификация. Становится очевидным, что разные сообщества заявляют о себе даже в словоупотреблении. Одни демонстративно вводя в разговор иностранную лексику, другие — подчёркнутое просторечие, ненормативность, иные — терминологию из арсенала психологических практик. А молодому поколению — миллениалов, зумеров, альфа — их специальный язык — гачеры, раблоксеры, дноклы, их мемы и стикеры — дают чувство свободы, принадлежности к своей независимой группе. Новая искренность. Итак, в разговорной речи самоидентичность выходит на первый план. Как слова работают сегодня? Какую дополнительную нагрузку несут они в условиях бесконечной свободы и права быть таким, каким ты хочешь? Это в том числе и вопрос моды. А мода сегодня насыщена фантастическим разнообразием, сквозь которое проглядывает вся демонстративность намерений, и в том числе крайняя непритязательность образа и стиля, не судить по внешности. Но в то же время бытует ответная реплика. Чего ты ходишь такой рваный, ты еще недостаточно богат? Это феномены сегодняшнего дня, и наши слова это выражают. И вы никуда от этих новых трактовок не денетесь, потому что расширение понятия «стилистическая свобода» по сути не только меняет традиционные представления, но иногда ставит под сомнение привычные ценности. Интернет и речь. Общеизвестно, что бытовая речь не требует ни полноты, ни абсолютной четкости. Пропускаются или плохо артикулируются слоги, звуки смазаны, слова не договариваются, смысл доносятся через обстоятельства, контекст, личные отношения, ассоциативные связи, и чем этих связей больше, тем меньше нужна разборчивость. Подчас плохая дикция, как в целом плохая речь, оправдываются правом человека быть самим собой. Да, такое право у нас есть. Как и право вообще не стремиться к образованию. Говорят, фраброс почти демонстративно, занимаясь в это время чем-то другим. Снижен и интерес к партнёру. Я не говорю тут об исключительных случаях вроде выражения любви или прямой ненависти. Но на поверхность выходят только информативные фразы. Люди смотрят свои телефоны, перебрасываются репликами, как будто необязательными стали слова. Можно выражать мысли и просто кивком или мимикой. Может быть, это отражение современных способов общения и современного одиночества? Может быть, в этом непрерывно звучащем мире нам достаточно разговоров в гаджетах? Возможно, влияют современные скорости, безумный информационный поток, замена культурных образцов на свои сугубо личные предпочтения. Обнажённость высказывания, так полно звучащая в матерной речи, приобретает некую новую ценность. В быту мат существовал всегда, с этим не посмотришь. Но такое широкое распространение в речи общественной публично ему и снилось. Мы слышим его и в речи блогеров, и в выступлениях иногда на собраниях, и в разговорах известных личностей в интернете. Да и в написанном тексте, не только в блогах, но и в художественной литературе, и даже со сценой он звучит чаще и чаще. Новая разговорность находит себя на сцене, если рассматривать театр как отражение реальности. И сегодняшняя драматургия, внедряя матерную речь, широко использует право на новую искренность. Но театр реагирует на слово написанное и слово сказанное по-разному. На сцене слова, как и характером, многозначный. И мат, очевидно, не может занять значимое место в спектакле. Матерная речь всегда была табуирована. Теперь она звучит повсеместно и особенно популярна в речи молодежи. Матерные определения событий и явлений как-то потеряли оскорбительную окраску. Подчас это даже не ругательство, а констатация факта. Мы же знаем, что в русском языке два матерных слова могут выразить и вершину эмоционального восторга, и глубину падения. Всё решают, по сути дела, обстоятельства и контекст. Вот как об этом говорит Юрий Лотман. Замысловатый отборный мат — одно из важнейших средств, помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях. Он имеет бесспорные признаки художественного творчества и вносит в быт игровой элемент, который психологически чрезвычайно облегчает переживания сверхтяжёлых обстоятельств. И так картина речевого мира разнообразна. И это стало очевидным прежде всего с появлением и развитием интернета. А уж появление социальных сетей перевернуло наше представление о публичном слове. Сделало публичное высказывание возможным для всех без исключения. Было бы желание. И этой возможностью пользуется огромное количество людей. В этой ситуации есть свои особенности, свои преимущества и издержки. Интернет изменил отношение между стихией языка и стихией речи. Знакомые, незнакомые, чужие, свои, спорят, обсуждают, доказывают. Язык у всех один. Поле существования общей практически не имеет границ. А воспитание, культура да и словарный запас индивидуальны. Параллельный мир в виде другой речи живёт в этом общем пространстве и у обычных пользователей, и у новой журналистики, у блогеров. Блогеры — самое популярное явление сегодняшней речевой культуры, развивающейся как некое новое искусство. Огромное количество блогеров, людей талантливых и совершенно бездарных, разговаривают и пишут в прямом эфире. В торопливых сетевых разговорах люди выражаются кратко, спонтанно, даже бесцеремонно. Диалог идёт начерно, как мгновенная эмоциональная реакция, полуфразы, сознательно сниженная лексика, да, вплоть до мата. Блогерская речь, безусловно, активнейшим образом влияет и на повседневную речь, и на её восприятие, на её оценку. Право каждого человека на публичное высказывание категорически меняет отношение к тексту. Профессия литератора, писателя, журналиста уникальна. Литературное произведение, как любое художественное произведение, требует духовных усилий, работа над собой. А сейчас в интернете любой человек становится автором. Свобода личности, свобода языка, отсутствие ограничений, безграничная толерантность вызвали к жизни высказывания в условиях новой правды, со своими частными намерениями, с явным желанием навязать всем свой взгляд, как единственно верный. Блогер подчас категоричен, слов не выбирает и порой глубоко безразличен к чувствам другого человека. Не нравится — не смотрите. И так в интернете появилась и живет своя речь, совершая переход речи публичной как текста многознательного метафоричного к бытовому разговорному спонтанному слову. Закономерно, что и литература начинает говорить языком интернета. В активную разговорную стихию интернета включены сейчас миллионы людей, и мир этот постепенно создает свои законы, свои законы успеха и своих героев. Очевидно и то, какими темпами нарастает наша и общая, и персональная разговорная жизнь в эфире в условиях сегодняшней удаленки. И чем сложнее событие, прежде всего политически, тем больше мы, обитатели интернета, жаждем собеседников и их находим. Важнейший собеседник современного человека — телевидение, которое теперь становится чуть ли не главным средством воздействия искусства слова и воспитания самого умения словом пользоваться, особенно хороших примеров не подает. Бешеная скорость встречи, скандальный тон разговора, вульгарное поведение и произношение участников самых различных программ от информации до шоу, конечно, подсмотрены в жизни и кажутся многим зрителям образцом и дорогой к жизненному успеху. Обобщая представление о сегодняшней ситуации, можно и нужно отметить, что общество вполне безразлично к слову. В слове все меньше нуждается, а уж о красоте и правильности его перестает заботиться совсем. Плохая небрежная речь, неразборчивость произношения и произнесения, дефектность звуков особенно слышны сейчас, к сожалению, в речи детей, проводящих много времени в гаджетах. Искусство речи. В нашей разговорной речи множество составляющих объединяются и взаимодействуют неповторимо и уникально. Мысли, понимание, цели и намерения, индивидуальные особенности личности, опыт, образование, контекст времени и жизненных обстоятельств все это и многое другое, сказывается, отражается в живом человеческом общении. Речь неотделима от человека. Характер дикции, произношение, голоса, манера разговора наряду с особенностями поведения каждого создают устойчивое представление о личности, вписываются в то, как человек воспринимается другими людьми и влияют ощутимо и подчас негативно на межличностные отношения. Конечно, причина глубоко скрыта в самом человеке, биографии, воспитании, характере, привычках, пережитых и непереработанных травмах, но даже простые, на первый взгляд, внешние качества речи, голос, произношение, дикция создают устойчивое представление о каждом из нас. Ведь речь — это прежде всего личность в ее живых проявлениях и способах существования в предполагаемых обстоятельствах. Стилистика речи устной и письменной. Стили речи — это образ мысли и образ действия, отношения с действительностью. Когда-то интерес к самому слову как стилистическому явлению был невероятно мощным у писателей, литераторов и вообще грамотных людей в России. Правила жизни были очень сильно формализованы. Человек считался вполне успешным, если владел формальными признаками культурного поведения. Его внешний вид соответствовал требованиям моды, а речь — к культурной норме. Литература все время пыталась взорвать формальное представление о том, как слово должно существовать и как люди каждого сословия должны разговаривать. Характер и отношения людей, внутренняя жизнь — это и есть основа психологической русской прозы и драматургии. И в этом плане слово имело особую самостоятельную ценность. Николай Васильевич Гоголь считал, что обращаться со словом нужно честно, потому что оно есть высший подарок Бога человеку. Это прекрасные слова. А по поводу того, что такое честно, всегда шла большая битва. Во времена Гоголя, очевидно, это была его битва с Булгариным, и в этом выразилось принципиально разное отношение к слову. Булгарин утверждал, что языку Гоголя свойственен цинизм, что это язык, на котором не говорят порядочные люди, что этот язык не имеет права на существование, поскольку он не художественный. Интересно, что в своих произведениях Гоголь косвенно на это Булгарину отвечал. «Мы все помним даму из города Энн, отличавшуюся подобно многим дамам, необыкновенной деликатностью манер, приличностью и приличием в словах и выражениях. Она никогда не говорила, я выспоркалась, но я облегчила себе нос, я обошлась посредством платка. Ни в коем случае нельзя было сказать, этот стакан или тарелка воняет, даже нельзя было сказать ничего такого, что подало бы намек на это. Вместо этого говорили, этот стакан нехорошо ведет себя или что-нибудь в таком же роде». Эти общеизвестные слова из «Мертвых душ» очень многозначны. Они показывают и срез жизни, о котором говорит Гоголь, и связаны с его полемикой с Булгарином и его единомышленниками. Сами понятия, цинизм в слове, искренность в слове и слово, смысл которого надо прятать, слово «красивое» и «некрасивое» все время существовали в нашей литературе. Но именно Гоголь об этом так ярко сказал. Петр Вяземский участвовал в этих спорах и отмечал, что страх перед простыми, циничными словами возникает у тех людей, у которых не хватает права на высшее общество. «Общество образованное», — говорил Вяземский, «имеет право на простые слова, и их не боится, а выскочьи боятся живого, нетабуированного слова». Этот спор ввел, конечно, и Пушкин, всем своим творчеством утверждая, что литературе нужен живой человек, его разговорный язык, и потому не худо прислушаться к чистому и правильному языку московских просвирин. Живая разговорная речь получала все большие права, и для Островского уже были необходимы индивидуальная стилистика речи персонажа, характер звучания и произношения. И именно в его драматургии принципиально стала реализовываться идея, что речь — это человек, а человек — это речь. Речь как система мышления героя, речь как образ, речь как характер. Человек — это конкретно индивидуальный носитель слова во времени, в эпохе, в возрасте, в профессии, в богатстве и бедности. Свободно разговаривающие люди — тот мир, который ярко явлен в творчестве Островского. Не случайно драматург говорил «Послушайте, как я читаю, и вы поймёте, что это за роль». Менялись времена, и уже новые проза, новая драматургия конца XIX – начала XX века заговорила новым языком. Литература всё время преодолевала формальные представления о том, как слово должно существовать и как люди должны разговаривать. На этом пути взрывались традиционные нормы письменной речи, фиксировавшие текст и в построении реплики, и в каноничности удурения и пауз. Создавалась проза речевого потока и в авторском повествовании, и в драматических монологах. И в речи сценической индивидуальная речевая стилистика формировалась, конечно, под влиянием меняющейся действительности. Сюжет о поисках живой разговорности можно продолжать до сегодняшнего дня, тем более, что на первый план выходит крайне актуальная тема речевого характера. Крайне актуальна эта тема для драматургии. Речевой характер персонажа связанной с эстетикой и с культурой театра и со стилем эпохи. Так для театра классицизма никакая индивидуальная речь была вообще невозможна. Не случайно Щепкин ещё в те давние времена отмечал, что все герои были похожи друг на друга, нельзя и выделить никого, и отличить никого нельзя. Новое время всегда требовало от театра перемен, и речь стала выражать нутро и внутреннюю сущность личности. Это удивительное провидение Михаила Семёновича Щепкина «Живо и сегодня». заст Oakley «Живо и сегодня». Я посмотрю, офигня сourками я смело